Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о сорняках. Тема эта как бы излюблена для наших дашников. В одного буйство сорняков, в другом нету, градки выпалатые. Но что такое сорняки? Сорняки очень интересная группа растений. Ну и их много. Парадка 130 видов. Но сорняки не так простые, как кажется. Почему? Потому что сорняки делятся на три группы. Бывают сорняки, просто сорняки, которые растут на наших градках. Это та же мокрыца. Бывают засорители. А вот засорителем может быть даже садовый укроп. Представьте, вы не слезали вовремя зонтики укропа, и он растился по вашему участку. И он глушит все ваши посевы. Вы его высеваете. Он у вас не как овощная культура, а как засоритель, как сорняк идет по вашему огороду. Что еще необходимо знать? Что у нас бывают же межи. Межи, дороги. И они не всегда обкашиваются. И вот там раздолье всяких растений. Там растет и пырей, там и бодяг. Там и лопух. Там совершенно разные растения. Это называются рудиральные сорняки. Эти сорняки, значит, все они находятся за пределами нашего участка. Ну, с ветром, с птицей клюют там через зерна, например, тоже лопуха. Они попадают на наш участок и засорают наши градки. Ну, если попадают на градки, мы уже начинаем разбираться с ними совсем по-другому. Сорняки по продолжительности жизни делятся, опять же, на несколько групп. На однолетние, двухлетние и многолетние. Ну, однолетние сорняки – это группа самая многочисленная. Потому что много растений, как бы за один год успевают вырасти и дать семя. Семена. Значит, из однолетних сорняков тоже выделяют, опять же, группы. Есть эфемеры. То есть, сорняк, который всходит, цветет, дает семена. И опять всходит, и опять дает семена. За сезон такой процесс может повторяться и три, и четыре, и даже и семь, восемь раз. Ну, самые типичные представители эфемеров сорняков в нашем участке – это садовая мокрыца, которая непрерывно сеется и непрерывно, как бы, всходит на наших градках. Следующие сорняки – это яровые ранние. Ну, яровые ранние сорняки – это редька, это редька дикая. Это точно так же лебеда. Они всходят рано, на наших градках появляются всходы и заглушают наши растения. Следующая группа – яровые поздние. Яровые поздние, вы представляете, это куриная проса и это щирица. Эти растения всходят только тогда, когда прогреется почва. Прогрелась почва, эти культуры начинают бустеть на наших участках. В холодной земле они не всходят. Следующая группа очень интересная – это сорняки, которые зимуют. К зимовшим сорнякам относится дикая фиалка, вот, та же дикая наша анютины глазки, можно сказать. К диким сорнякам относятся ярудка, пастушься сумка. Они дают розетку листьев, зимуют, а весной они прорастают и дают семена. Ну, есть еще, конечно, двухлетние. С двухлетних самый яркий представитель – это лопух. Он дает, как бы, первый год семена попали в землю, дают только листья. Дали листья, мясистый корень, на следующий год он отрастает и уже дает семена. Ну, более, менее многочищенная группа, но она более вредоносная – это группа многолетних сорняков. Многолетние сорняки тоже, они бывают разные. Бывают многолетние сорняки с морсковатой корневой системой. Ну, это подорожник, это все лютики, и ползучие, и едкие, любые лютики – это морсковатая корневая система. Следующая группа, так как это уже более агрессивная – это корневищные сорняки. Ну, с корневищных сорняков самый яркий представитель – это ПРА и сныть. Дальше есть группа корнеотплесковых многолетних сорняков. С корнеотплесковых – это различные асоты. Различные асоты, шалялек, все они дают корневые отплыски и появляются в наших градках. Ну, разнообразие сорняков очень большое, и классификация их точно так же большая. Но нас интересует то, как мы можем избавиться от сорняков. Значит, сразу необходимо заметить, что все сорняки очень хорошо реагируют на свет. Свет стимулирует прорастание сорняков. Ну, а чтобы вы знали просто объемы работы, которые есть на нашем участке, скажу, что ученые подсчитали, что в пахотном слое земли, то есть от 0 до 20 сантиметров, на одном гектаре содержится полтора миллиона семян сорняков. Представьте, разделите на свои сотки, вы представьте, сколько семян сорняков находится у вас. Дальше особенность сорняков в том, что сорняки сохраняют длительную свою жизнеспособность. Так, та же мокрыца дает 25 тысяч семян. Но она не рекордсмен. Рекордсменом является полынь. Полынь дает полтора миллиона семян одно растение. Вот представьте, какой мощный засоритель эти растения. Кроме того, что небольшое количество семян, семена долго сохраняют схожесть. У той же мокрыцы семена до 30 лет сохраняют жизнеспособность. Ту же ширицу проверяли ученые. Через 65 лет 50% семян взошло. Далее нюанс сорняков. Почему зиме нельзя сразу раз навсегда побороться? Это в том, что сорняки сходят ненавременно. У них завязываются разные семена. Крупные, мелкие, еще мельче. Так вот, первые сходят крупные семена, на селочек сходят средние семена, и через год сходят мелкие семена. То есть продавательность жизни семян сорняков очень большая. В добавок, ставились опыты. Семена сорняков держали в воде. Так вот, большинство семян сорняков теряли в схожесть только через 2,5 года в воде. То есть они в воде не сгнили за 2,5 года, а еще имели в схожесть. Отдельные сорняки и 3,5 года продержались. Жизнеспособность сорняков, конечно, очень поражает. Но нам надо бороться. Они не прошенные гости на наших участках. Мы их не лелеем, мы их не приглашаем, они появляются. Ну, все они любят свет. Поэтому все наши мероприятия к чему будут назначены. Значит, все однолетние сорняки будут уничтожаться на участке очень просто. Рыхление почвы. Значит, если мы посеяли градку, сделали, значит, знайте, что уже на 7-10 день там появляются белые нити однолетних сорняков. Мы берем грабельки, пробороновали почву на солнечный день. На солнечке эти ростки погибают, а погибли эти ростки, значит, наши растения уже будут защищены. Потому что 95% от такой простой процедуры пропадают. Ну, я делаю, как бы, такое оборонование по перу краткову. Я попробовал уже не первый год, и этот способ мне очень понравился. Засеваю овощные культуры, потом по перу краткову прохожусь граблями. Прохожусь граблями. Очень эффективно удаляются сорняки не только между ради, но и с родков. Не надо бояться, что сдвинуться ваши ростки. Ростки железные грабли не сдвигают. Следующая обработка опять же проходит. Уже опять через 10 дней появляется следующая партия. Значит, если у вас уже появились сходы культур, значит, вы уже можете пройти между ради. Прошли между ради плоскорызом или тяпкой, однолетние сорняки у вас все высынут на солнце и погибнут. Но есть, конечно, способы и более легкие в своем применении. Ну, таких способов, которые более легкие в своем применении, значит, я посоветую, это такой способ, как мульчирование. Значит, сразу мы можем высевать какие-то культуры. Высевали рядок, сделали второй и сразу замульчировали между ради. Между ради мы мульчируем соломой. Ну, это для однолетних культур. Для однолетних культур слой соломы где-то 5-7 сантиметров замульчировали. Значит, уже между ради у нас будет чистая. Потому что свет не будет стимулировать прорастание сорняков, темнота, и они просто-напросто не будут сходить. Почему я предлагаю солому, а не какой-то другой материал? Потому что солома – это экологически чистый продукт. Ее, как бы, обрабатывают различными химикатами зерновые. Ну, и, соответственно, они имеют ни болезни, ни вредителей. И, как бы, не заражают наши градки. Ну, солома нам может пригодиться еще. Если вы хотите избавиться от труда на своем участке, значит, те же посадки чеснока, лука можно тоже замульчировать соломой. Ну, там соломой мы закрываем полностью. Закрываем полностью всю градку. Ну, опять же, в весеннюю пору слой соломы достаточен 5-7 сантиметров. А вот в весеннюю пору можно ложить с той соломой 15-20 сантиметров. Поверьте, то, что катся много, на самом деле не будет за зиму под снегом, под осадками, которые будут дождями. Эта солома уплотняется, ее становится слой всего лишь 4-5 сантиметров толщиной. То есть то, что могут пробить наши луковицы лука и зубки чеснока. То, что пробьет спокойно. Зато здесь вы избавляемся на целый сезон от прополки. Такая работа, как прополка, уже отпадает. Ну, вот смотрите далее. Если у нас есть корнеотпусковые сорняки, значит, корнеотпусковые сорняки мы можем уничтожить таким вот способом, только где-то большим слоем соломы, который, вот я говорил, 15-20 сантиметров. Поэтому, если у вас есть корнеотпусковые сорняки, мы заваливаем градку соломой. Весной, когда нам надо посеять, мы раздвигаем солому, делаем родочки и высеваем. А вся остальная солома остается. Потому что маленький слой не даст эффекта. И получается, что под соломой еще, что интересно. Интересно то, что корни пыряя и других сорняков выходят на поверхность. И не надо ни тяпки, не надо никаких других орудий. Мы берем просто тянем, и это растение целиком с корневищем вытаскивается из почвы. То есть прополка становится одно удовольствие. Ну, конечно, есть ли у вас какие-то нарадные градки, где-то вот при доме, там поставим декоративное растение, те же дендроны, туи. Понятно, соломы вам ложить не хочется, потому что эстетический вид все-таки не очень хороший. Вот хотя работу нашу облегчает. Здесь мы можем пойти по другому пути. Мы идем по другому пути. Значит, берем, ложим вокруг наших растений, конечно, выпалываем сорняки, вот, и ложим толстый спонбонд. Толстый спонбонд 60-ку. Можно агроткань положить. Положили кружки из такой агроткани. Далее эти кружочки мы будем засыпать корой. Засыпаем корой. Это очень декоративно и не дает прорастаться сорнякам. Ну, точно так же я скажу, что будет большим счастьем для вас, если вам удастся достать дубовую кору, вот, или опилки дубовые, ну, подойдут и листья дуба. Вы, значит, будете спасать свои растения не только от сорняков, но и от слизней. Слизней почему-то вот этих продуктов из дуба не переносят. Ни листьев, ни коры, ни опилок. Это раз. Вот листья опилки и кора дуба очень медленно разлагаются. То есть это долгограющий материал, который пролежит вам с десяток лет. И никакие ни дожди, ни снега не помешают ему быстро разлагаться. Ну, единственное, если будете использовать дубовое, как бы, дубовое производство, значит, с своего опыта замечу, что необходимо посыпать почву израстковым материалом. Это может быть мел, это может быть доломитка, это может быть зола. Посыпали, а дальше ложите уже кору, листья или опилки. Так что, видите, способов борьбы с триноками много. Вы выбираете сами. Значит, не надо гнаться за эстетикой. Лучше облегчить свой труд. Потому что та же солома гораздо облегчает труд по прополке, и она уменьшает площадь, которую нам надо пропалывать. Если у нас междуразе заняты соломой, значит, нам надо палать только родочки. Наш труд уменьшается в 4-5 раз. Ну, а если вовремя пробороновать, значит, мы будем еще иметь совсем чистые наши градки. Ну, точно так же, для мульчирования. Причем я советую, что солому, я не советую использовать нашу ботву растений, как садовых, так и наших, и тоже свеклы, морковки. Потому что на наших овощных растениях, которые мы выращиваем, могут зимовать какие-то болезни, вредители. И если мы будем использовать вот эти отходы нашего участка, значит, мы просто эти болезни, вредители будем расселять по нашему участку. Солома здесь имеет преимущество. Ну, также я не сильно агентирую на опилки, кроме дубовых, конечно, потому что любые опилки, они начинают разлагаться, начинают разлагаться, начинают появляться плесневые грибы, и эти плесневые грибы могут уничтожать наши растения. Ну, и далее еще, что необходимо помнить, опять же, по борьбе с сорняками. Ну, мы пропалываем наши сорняки, и мы их ложим в компостные кучи. И вот ложим в компостные кучи, и вот, ученые проверили, оказалось, что такой сорняк, как мокрыца, значит, он сгнивает, но семена остаются жизнеспособными. То есть, мокрыца дает пирогной, и в то же время этот пирогной как бы усыпан семенами мокрыцы. Поэтому мы потом уносим пирогной на градки, и поражаемся, почему у нас мокрыца, прод и прод, потому что мы ее просто расселяем. А уничтожить мокрыцу, равные другие сорняки, особенно корневищные, можно самым простым способом. Для мокрыцы будет достаточно развести на 10 литров воды 100 грамм мочевины или 100 грамм хлористого калия. Можно использовать, конечно, и сернокислый калий. Эти консервные удобрения пролить из леечки, и они просто-напросто сожгут и саму мокрыцу, и сожгут семена, которые находятся. Ну, для корневищных сорняков, если вам некуда их уже сдать в мусор, вывезти куда-то, значит, их просто тоже, опять же, в какую-то емкость, мы в какую-то емкость закладываем и заливаем кипятком. Опять же, эти удобрения с такого расчета тоже раствораем в этом кипятке. Корневища все погибают, и потом эту массу можно спокойно закапать под плодовые растения, потому что они уже вреда не причинят, они будут служить в качестве удобрения. Так что, какой способ вам подойдет, или мульчирование, или баранование, или обработка с консервными удобрениями, выбирайте сами. Главное, чтобы на вашем огороде было поменьше труда. Но еще не забываем такой еще один нюанс, что на наших участках сорняки, вот осенью, мы можем просто-напросто использовать как зеленые удобрения. Со скорезом срезаем и заделываем почву. Но для того, чтобы они потом не давали всходов, не всходили, мы используем такой хороший препарат, как деструктатор органики. Деструктатор органики поможет перегнить всем остаткам сорняков, будут полезны для нашей почвы, будут служить питанием. Надеюсь, вы поняли, как навсегда избавиться можно от сорняков на своем участке. Это труд терпеливый, за один год не делается, но два-три года, и вы облегчите свой труд. Работа на участке будет в радость, чего вам не желаю. До свидания.